Наталья заглядывает во все мусорные баки в надежде найти свои документы. Сумку она уже нашла. Вернее, не она, а местные жители, откликнувшиеся на беду быстрее доблестной милиции. Значит, сосед ваш нашел сумку, сказал вам, а как вы определили, чья это и так далее? А я позвонил, там страховочные талоны на машину. Я позвонил в страховую компанию. Потому что номера машины там нет. Ну, попросил найти хозяина. Хозяйку нашли, а вот злоумышленника нет. При том, что были даже свидетели. Только вот снять показания было некому. Милиция на место происшествия добиралась около часа. По такому-то адресу находится участковый, но все телефоны там отключены за неуплату. С ним связаться нереально. Нормально? Я звонил четыре раза или пять, пока кто-то взял трубку. Все-таки, приехав, милиция работала вяло комментировать нам что-либо, как и положено, отказалась. Даже сумка, которая нашлась, не особо порадовала милиционеров. Оказывается, о находке нужно снова сообщать по номеру 102. И опять минут 15 слушать длинные гудки. То есть вам неинтересно, что нашли сумку, в принципе? Сейчас это вас не интересует, правда? Почему нас не интересует? Вы должны сообщить, сообщение 102. На ком мы основания сейчас придем, будем забирать у человека сумку. Так это моя сумка. Потерпевшего сумка. Человек, который нашел. Пообщаться с человеком, нашедшим сумку, сотрудники милиции не могли. Зато не упустили возможность помешать работе нашей съемочной группы. Мы можем проводить какие-то следственные действия. Вы потом как-то распределяете? Мне кажется, у вас другая работа. Обредить правопорядок. Конечно. Потом расписывается материал. Человеку в форме было бы гораздо полезнее своей широкой спиной закрывать не камеру, а женщины-детей от злоумышленников. Но милиционер лучше знает, что делать. Похоже, поэтому с найденной сумки даже не попытались снять отпечатки. Там не первый раз такое случается. Мы сами были свидетелем того, что девочка тоже так отвезла ребеночка. Тоже с утра вот так вот было. Правда, летом. То есть, может, тут кто-то орубит вообще? Да. Я так думаю, что наша доблестная милиция так все знает и покрывает. Хорошо, что хотя бы разбитое стекло можно восстановить по страховке без проблем. Да и повод купить новый кошелек нашелся. Хоть какая-то ложка меда в бочке дегтя. Ксения Ноздрова, Александр Шулятиков, Новая Одесса.